Иисус Христос Но какое снисхождение и долготерпение от царя? Он опять послал других, дальше продолжается Евангелие, рабов, сказать, скажите, званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Что же званные? Как они ответили на новое приглашение благого царя своего? Они, говорится дальше в Евангелии, пренебрегшие и это пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили их. Но теперь послушай, что сделал царь с этими дерзкими и неблагодарными. Услышав о такой продерзости званых на брак, Евангелие говорит дальше, царь разгневался и послал войска свои истребить убийц, он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те вышли на дороги, собрали всех, кого только нашли, злых и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, вошедший посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде, он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Матфея, 22 глава, со 2 по 14 стихи. Сказание это называется притчей, то есть подобием, или как бы загадка, надо бы надгадать загадку эту. Кто же этот царь, сделавший брачный пир для сына своего? Это Бог Отец, Творец неба и земли, и Царь всякого создания. Кто царский сын? Это единородный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. А невеста его? Церковь. И во-первых, еврейский избранный Богом народ, во-вторых, душа каждого верующего христианина. Христос возлюбил церковь, сказано, и себя предал за нее. Эфесянам 5 глава, 25 стих. Апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу, Девою Чистую. 2 Коринфянам 11 глава, 2 стих. Под брачным пиром, разумеется, Царство Небесное, в котором истинно верующие соединяются навсегда с Господом Иисусом. На этот брак или в Царство Небесное прежде всего приглашаемы были через пророков и апостолов иудеи. Но они отказались от приглашения. Мало того, даже оскорбили посланников Божьих и многих из них убили. За это Бог впоследствии времен оружием римлян истребил иудейский народ и разрушил их город и храм. Вместо иудеев Бог призвал на брак или в Церковь Свою через апостолов и равноапостольных языческие народы, в том числе и нас, русских. Но и христиане из язычников и последующие за ними уже христианские роды, так же не все войдут в Царство Христово. Те из них, которые не сохранят в чистой, светлой брачной одежде невинности и святости, которую они получили при крещении или после осквернения ее грехами, не очистят слезами покаяния, будут в страшном суде, извержены во тьму кромешную, где будет вечный плач и скрежет зубов. Вот толкование приведенной притчи, но может быть и другое подобие, столь же верное толкование и уже в более близком приложении к нам с вами, христиане. Брачный пир, о котором говорится в этом Евангелии, это божественная литургия, на которой предлагается верным не телец закланный, но сам агнец Божий. Закланный в жертву ради спасения нас, грешников, да напитаемся Его причистым телом и кровью, да соединимся с Ним теснейшим соединением, да будем плотью от плоти Его и костью от костей Его. Вот брак царского сына, соединение христианских душ со Христом в таинстве причащения. Вот пир вкушения плоти и крови Его, божественный, святейший, нетленный, небесный и облаготворяющий пир. Но многие ли и ныне спешат на этот божественный пир, не уклоняется ли и ныне большая часть от присутствия на этой небесной вечере по нерадению и ленности и по разным житейским расчетам, например, по причине торговли или по маловерию и высокоумию или по причине долгого сна и прочее, кто этого не видит, не замечает и не знает, таково наше маловерие, таково духовное оскудение, таково пристрастие к миру, таково невнимание к величайшему таинству веры, к таинству бессмертия и обожения. Такова суетность и неблагодарность христиан к Господу, предлагавшему самого себя вснеть и питье ради очищения, освящения и бессмертной жизни. Что же таковое достойное? Не отвержение ли от Бога, поскольку сами отверглись от Него почти всею жизнью своей, но и приходящие на этот брак Агнца к Божественной Литургии для воспоминания Его жизни, проповеди чудес, благодеяний, страданий, смерти, погребения и воскресения и вознесения на небо, или для причащения причистого тела и крови Его, к брачной ли одежде приходят с чистой ли душой, с чистым ли сердцем, с горними ли помыслами, с святыми ли настроем, с земными ли мечтами и стремлениями являются многие в храм, в этот как бы брачный чертог Иисуса Христа. Мы сами, совершители страшной небесной бескровной жертвы, говорит проповедующий. В брачной ли одежде, чистоте и бесстрастии душевной являемся всегда в храме, служим? Увы, часто и у нас нет брачной одежды и благоговейных помышлений, и мыслей сердечных, и мы входим нередко в нечистом рубище страстей. Поспешим же все покаяться и убелить одежды душ наших слезами покаяния и делами правды, особенно милостыню, которая очищает грехи. Чертог твой вижду спаси мой, украшенный, и одежды неимом, давниду вон, просвети одеяние души моей, светодавчи, и спаси мя. Аминь. Проповедь Иоанна Кронштадтского